Клянусь Аллахом, говорит Абу-Бакр, я бы хотел, чтобы мой отец Абу-Кухафа не успел бы принять Ислам, если бы взамен этого Ислам принял бы твой дядя Абу-Талим. Аббар остановился, плакал, постучал. Ассаляму алейкум ва-рахмату Аллахи ва-баракату. Хотелось бы сегодня немного рассказать о той любви, которая должна быть у мусульман к постанику Аллаха. Если мы кого-то из мусульман обвиним в недостаточности этой любви, учитывая реалии сегодняшние, наверное, это не будет ложью. Но прежде чем, получается, давать кому-то оценку, давайте посмотрим, какой должна быть любовь к постанику Аллаха, как постанику Аллаха любились подвижники. И что об этом говорится в Исламе? Субтитры создавал DimaTorzok Всевышний, обращаясь к нам, говорит, если для вас ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши родственники, или же ваше имущество, которое вы заработали, тот бизнес, которым вы занимаетесь, в котором застои, в котором вы боитесь, те ваши жилища, которые являются удобными, которые нравятся вам, если для вас более любо, это для вас милее, это для вас любимее, чем Всевышний Аллах, его посланник, то ожидайте наказания. Всевышний говорит, ожидайте наказания. И далее Всевышний говорит, Аллах не направляет на истинный путь грешников. То есть из этого аята понимается, что если человек не любит больше всего на свете Всевышнего и его посланника, то его не может ожидать что-либо хорошее. И такой человек Всевышний его называет грешником. Почему? Потому что он не исправил свою любовь. И когда мы говорим про любовь, и про любовь к Хасаннику и ко Всевышнему Аллаху, некоторые могут подумать, ведь любовь – это та вещь, которая от человека не зависит. То есть оно возникает само по себе. Но любовь бывает сознательная и бывает несознательная. Если мы говорим о сознательной любви, из-за чего мы кого-то любим? Мы любим кого-то из-за красоты. Бывает так, что внешней красоты, физической. Или иной раз мы любим кого-то из-за интеллектуального совершенства. Иной раз мы любим кого-то за то добро, которое этот человек совершил к нам, по отношению к нам. Или ожидая от кого-то добра, поет, что мы любим его. Во всех этих вещах, если мы, скажем, это применим по отношению к посланнику Аллаха, к самому Всевышнему Аллаху, конечно, ничто из творений не сравнится со Всевышним. И точно так же получается среди творений, тоже самое совершенное творение – это пророк Мухаммад, и он будет несравненно выше, чем все основные творения. То есть сознательная любовь, она выше бессознательной любви. Бессознательная любовь бывает и у животных. Когда животное пытается уберечь своего детеныша от чего-то плохого, это тоже любовь. Но человек отличается тем, что его любовь должна быть сознательной. Вот человек иной раз любит своего ребенка. Я, например, люблю своего ребенка. Почему я его люблю? Заранее, кредитом. Я ожидаю, я хочу, я ожидаю от него получить много добра. Поэтому я его люблю. А если мы, скажем, вот это же правило применим по отношению к посланнику Аллаха, нас всех ожидает судный день. Это верят все верующие, ну не верят, которые не верят. В любом случае он нас ожидает. И теперь судный день. Все мы будем нуждаться в посланнике Аллаха. То есть то добро, которое я ожидаю от посланника Аллаха, оно несовненно выше и больше, чем то добро, которое я могу получить от своих детей. Был такой большой ученый, которого звали Сахалю Тустури. Он говорил, если, говорит, ты не ощущаешь во всех состояниях, что ты, как правильно выразиться, что ты принадлежишь посланнику Аллаху, что он имеет на тебя больше прав, чем ты сам, то ты никогда не почувствуешь сладость веры. Это так говорил Сахалю Тустури. Сахалю Тустури — это большой ученый, который жил в третьем столетии по хидре. И узнают, получается, люди, которые изучают ислам. Если мы хотим понять, как правильно любить посланника Аллаха, наверное, правильно будет сравнивать свою любовь с любовью тех людей, которые были рядом с посланником Аллаха, который воспитывал сам посланник Аллаха от сподвижников. Даже некоторые из этих примеров, если мы приведем, некоторые не поверят нам. Хотя эти хадисы, в которых об этом рассказывается, они являются самыми достоверными, которые приводятся в сборнике имама Бухарии и муслима. Тем не менее, эти вещи будут резать наш слух. Почему они будут резать наш слух? Потому что не может нелюбящий понимать любящего. Потому что эти истории будут нам резать слух, потому что наша любовь несравненно ниже той любви, которую испытывали сподвижники к посланнику Аллаха. Тем не менее, сегодня тоже иногда могут быть люди, и чья любовь не меньше, чем любовь сподвижникова к посланнику Аллаха, который приводит имам Муслим от Абу Гурайры. Посланник Аллаха говорит, из тех людей, кто любит меня больше остальных, будут те люди, которые придут после меня. Некоторые из них будут готовы пожертвовать всем своим имуществом и всеми членами своей семьи за то, чтобы один раз меня увидеть. Говорит, посланник Аллаха. Здесь не говорится, что эти люди любят больше всех остальных. Они говорят, из тех людей, кто больше всего любят, будут и такие люди. То есть, больше всего любят и сподвижники, но из тех, кто придет позже, тоже будут такие люди, которые любят посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, больше, чем кто-либо, которые готовы пожертвовать всем, чтобы один раз посмотреть на посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. И был такой большой ученый, Халид бин Маадан. Это из Таби-Ину, то есть, следующее поколение после сподвижников. Он проживал в Шаме. Это большой ученый по хадису, по фикху. И вот этот Халид бин Маадан, всякий раз, когда ложился спать, рассказывать его дочь Абда, то есть, всякий раз, говорит, когда Халид бин Маадан, этот, ложился спать, он начинал рассказывать о своей любви к посланнику Аллаха, о той жажде увидеть посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. То есть, о своей большой любви к посланнику Аллаха, к его сподвижникам, мухаджирам, ансарам. И он говорил, он рассказывал про сподвижников, он говорил, это люди, получается, это мои предки, это моя гордость, это моя семья. Он так говорил про сподвижников и про посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Он говорил, мое сердце тоскует из-за сильной любви к ним. И я очень долго скучаю по ним. И он говорил, о, Аллах, забери мою душу и приблизи, ускори мою встречу с ними. Из ярких примеров, которые приводят, это история Зайдабна-Дафина. Зайдабна-Дафина, и так и так говорят, получается, его имя. Когда мекканские язычники его вывели за пределы Мекки, как он попал в плен, это отдельная большая история. Он попал в плен, и они, получается, мекканские язычники решили его казнить за убийство, получается, их родственников на войне, в битве при Бадре. И уже в конце, получается, они его привязали, мучили, и в конце к нему подходит Абу-Сафиан. Вот-вот будет казнь, получается, Зайда, и Абу-Сафиан к нему подходит. Абу-Сафиан на тот момент еще не был мусульманином, и говорит, я тебя прошу, скажи мне ради Аллаха честно, говорит, Гусуфиан, Зайду, не хотел бы ли ты сейчас быть рядом со своей семьей, а тут вместо тебя был бы казнен посланник Аллаха, салли Аллаху алейху ассаляму. Зайд в индустрии посмотрел на него, улыбнулся, несмотря на то, что его мучили, и сказал, клянусь Аллахом, я не хотел бы спастись от этого, от убийства, если взамен этого убийства нужно будет уколоть колючкой посланника Аллаха, салли Аллаху алейху алейху ассаляму, в том месте, где он находится, то есть дома. То есть, я не согласен, чтобы взамен на мое спасение посланника Аллаха внутри его дома уколола колючка. И тогда Абу-Сафиан сказал, я не видел никого, кого любит его окружение больше, сподвижники любят посланника Аллаха, салли Аллаху алейху алейху ассаляму. Такая же примечательная история есть Умар, Умар бин-Хаттаб, и когда Умар бин-Хаттаб и Хаббас, дядя посланника Аллаха, и Умар, получается, рядом с посланником Аллаха у них был диспут. Почему был диспут? Потому что там был Абу-Сафиан бин-Харб. Абу-Сафиан бин-Харб был, получается, как бы царем, ну, как предводителем Мекки. На тот момент он еще не принял ислам. И теперь Аббас хотел, подводил его, получается, к исламу. Он очень сильно хотел, получается, чтобы Абу-Сафиан бин-Харб спасся тем, чтобы приметь ислам. Умар видя, что он, получается, не спешит с этим делом, с принятием ислама, Умар хотел побыстрее, получается, отрубить его голову. Почему? Потому что очень много вреда видели мусульмане от этого, от Абу-Сафиана. Вот этот диспут шел рядом с посланником Аллаха, то есть, получается, из тех, кто делает нападку на Абу-Сафиана, был Умар, а тем, кто защищал Абу-Сафиана, был Аббас. И тогда Аббас сказал Умару следующие слова, говорит, нападаешь на него, потому что он не твоего племени, то есть, он не близкий тебе родственник. По родственным отношениям Абу-Сафиан бин-Харб был ближе к Аббасу, чем Умар обн-Хаттаб. И когда так Аббас обвинил Умара, Умара это расстроило. Он сказал, клянусь Аллахом, в тот день, когда ты принял Ислам Аббас, я обрадовался больше, чем если бы в тот день принял бы Ислам мой отец. Мой отец Хаттаб, если бы принял Ислам, я бы в тот день так не обрадовался, как я обрадовался в тот день, когда принял Ислам ты. Почему? Потому что я знаю, что если ты примешь Ислам, посланник больше, чем когда Ислам примет Хаттаб, то есть мой отец. Примерно такая же история была с Абубакром, да будет доволен им Аллах, когда в день открытия Мекки, день взятия Мекки, когда отец Абубакра, Абубухафа, он принял Ислам, Абубакр плакал. Когда посланник Аллаха его спасил, о, Абубакр, что заставило у тебя плакать, ты же должен радоваться, твой отец принял Ислам. Абубакр сказал, я плачу, потому что мой отец остался до того, до дня открытия Мекки, и он успел принять Ислам. А твой дядя, Абубакр, который обеспокоился о тебе, он не остался, он не принял Ислам. Клянусь Аллахом, говорит Абубакр, я бы хотел, чтобы мой отец Абубакр не успел принять Ислам, если бы взамен этого Ислам принял бы твой дядя Абубакр. Я не думаю, что Абубакр любил своего отца меньше, чем самый сознательный человек любит своего отца. Нет. Если кто-то думает, что Абубакр так говорит, из-за маленькой любви, из-за того, что он не любит своего отца, он ошибается. Он так говорит, потому что для Абубакра дядя, посланник Аллаха любимый, чем свой родной отец. Почему он любимый? Потому что посланнику Аллаха его дядя любимый. Поэтому для него для Абубакра тоже получается Абут Али был любимый. Из-за тех ситуаций, которые тоже слегка режут слух, есть история, которую приводит имам Бухари от Вирот Абнамасауда. Это длинный хадис, где рассказывается про Хрюдайбийское перемирие, когда Вирот Абнамасауда мекканц, он получается в качестве делегата от мекканцев пришел к посланнику Аллаху, у них там был долгий принципиальный разговор. И он уже когда оттуда пришел получается мекканцам, он уже рассказывает в ту ситуацию, которая у меня произошла рядом с басанником Аллаха, и он рассказывает. То есть эта история приводится в Бухар. А вот говорит, я, говорит, видел разных правителей. Я видел персидского хасроя, я видел эфиопского негусора, я видел византийского императора, но я не видел никого, чьи подданные уважали бы больше чем окружение уважали бы больше, чем сподвижники уважают посланника Аллаха. То есть никто не уважает ни одного правителя настолько, насколько сподвижники уважают посланника Аллаха. При том, что любой человек, кто знаком с историей, они знают, насколько, ну вот, например, ладно, византийский император, эфиопский негус, там-то, понятно, когда мы говорим про персидский хасрой, как подданные эти люди, насколько сильно уважали его, они были готовы из-за страха перед ним умереть, легко, но, тем не менее, урод усмотрел, он был очень трезвый человек, он усмотрел, что это любовь, это уважение, которое было у подданных хасроя к хасрою, намного меньше, чем то уважение, которое было с подвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляму, и он объясняет, почему он так говорит, он говорит, если говорит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляму, смотрит, никто не смеет посмотреть ему в глаза, когда посланник Аллаха что-то говорит, все бегут это делать, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляму, сделал омовение, и есть вода, которого коснулась рука посланника Аллаха, Эти сподвижники готовы драться и воевать между собой Для того, чтобы коснуться этой воды Которая касалась рука посланника Аллаха И далее он говорит слова, которые будут резать слух Когда посланник Аллаха выплевывает мокроту Сподвижники ловят эту мокроту И мажут эту мокроту себе на лицо и на кожу Правда же? Это же слух Почему лежит слух? Потому что нам вот эта любовь неведома Если будет человек, которому эта любовь ведома У него ни разу вопрос не возникнет Как это? Почему это? Если у человека нет любви, то, конечно, он не способен Нелюбящий человек не способен понять любящего человека Касательно любви посланнику Аллаха, салли Аллаху алейху асаляма Есть еще много историй, например, та же история, когда Женщина из ансаров, которую звали Хин бин Туамру Во время битвы при Ухуд Это же было недалеко от Медины И получается, когда битва закончилась И в Медине пошел слух Ну, что первый день, это же первый день Что мусульмане потерпели поражение Что много убитых Даже был слух, что посланник Аллаху алейху асаляму убит И каждые, получается, женщины, мужчины Они шли, получается, ну, дети Мужчины-то были на битве Они шли, получается, на поле битвы Находили иногда своих раненых, родственников Иногда убитых И вот эта женщина Хин нашла И она обнаружила пятерых из своей семьи убитых Отца, мужа, брата и двоих сыновей Пять человек И она говорит Ну, слух же был, что и посланник Аллаху убит Она подбегала к каждому из подвижников И говорила ему, скажи мне ради Аллаха Скажи честно Посланник Аллаха, как? Что с ним? И ей отвечали, все хорошо, он живой Она подходила ко второму Второго спрашивала так же Второй отвечал точно так же С ним все хорошо Она не успокоилась Пока сама не увидела посланник Аллаха Подбежала к нему Взяла Зацепилась за край одежды которая была на посланнике Аллаха, и сказала, я Расвуд Аллаху. Любая беда, когда я вижу тебя живым и здоровым, она становится мелкой и ничтожной. И здесь тоже следует понимать, что эта женщина, она не могла любить своего мужа меньше, чем любая женщина любит своего мужа. Нет, она любит своего мужа, любит своего отца, любит своего брата и сыновей. Но любовь к посланнику Аллаха у нее была на должном уровне. Она посланник Аллаха любила больше, как призывает аят, который мы читали в начале. И поэтому, когда человек почувствовал, что могла потерять посланника Аллаха, но посланник Аллаха остался, Аллах оставил его, сохранил, и она воздавала много хвалы Всевышнему Аллаху за то, что сохранил того, кто был более любимый для нее, чем весь этот белый свет. И также есть история, когда уже посланник Аллаха не стал через много лет, когда уже халифом стал второй праведный халиф Умар, Умар Абн-Хаттаб. Он имел обычаи, Умар Абн-Хаттаб надевал обычные простые одежды, хотя у него вся одежда была простая и обычная. Умар Абн-Хаттаб по ночам ходил по Медине, то есть проводя так называемую инспекцию, то есть смотрел, есть ли, обижают ли кого-либо, ну то есть быть максимально близким народу и почувствовать максимально, что происходит, получается, в городе, боясь перед Всевышним, по ночам он ходил. И в одной из ночей, когда он проходил мимо одного дома, он заметил там зажженную лампу, и он слышал, как одна старая женщина воспевала, то есть говорила следующие слова. Это означает, что пророка Мухаммада, салаллаху алейху 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 а Посланник Аллаха говорит, о, посланник Аллаха, ты был человеком, который очень много соблюдал посты. И далее она говорит, знаете бы мне, ведь смерти бывают разные. О, Аллах, объединишь ли ты меня в раю с тем, кого я люблю? То есть, с посланником Аллаха. Ромар остановился, плакал, постучал. Она говорит, кто это? Он говорит, что Умар, что Умару надо? Говорит женщина. Умар говорит, мне ничего плохого не надо, если можно, откройте дверь. Она открывает, говорит, можете ли вы повторить эти слова от меня еще раз? Она повторила эти слова. Умар опять расстроился. Эта женщина тоже расстроилась, то есть, вспомнил посланника Аллаха, саляллаху, алейху, салям. В общем, это все я рассказываю к чему. Это примеры, где рассказывается о любви сподвижников к посланнику Аллаха, саляллаху, алейху, салям. Их много. Если их невозможно охватить, то есть, на примере любого сподвижника, на примере любого сподвижника, можно посмотреть, то есть, насколько высокой и чистой была любовь этих людей по отношению к посланнику Аллаха, саляллаху, алейху, салям. Когда мы говорим про любовь к посланнику Аллаха, здесь нужно понять, некоторые говорят, что любовь это только лишь следование. Когда говорится, что нужно любить посланника Аллаха, нужно следовать за ним. Это не означает питать чувства к посланнику Аллаха, саляллаху, алейху, салям. Так ошибочно полагают некоторые. Но это неправильно. Когда мы говорим про любовь к посланнику Аллаха, саляллаху, алейху, салям, подразумевается именно чувство. Следование возникает следствие чувств. То есть, вначале бывает чувство, потом бывает следование. Вот почему вот те сподвижники, которые были рядом с посланником Аллаха, саляллаху, алейху, салям, когда слышали один аят, в котором был запрет того действия, которое они совершали всю жизнь. Запрет на опьяняющие, запрет на прелюбодеяние, запрет на обман. То есть, или же, обязанность быть справедливыми. Один аят, одно слово от посланника Аллаха, саляллаху, алейху, салям, они слышали и переставали. Они начинали слушаться веления Всевышнего и веления посланника Аллаха. Почему? Потому что у них была любовь. Но не всегда бывает так, что если есть любовь, то человек следует. Это обычно так бывает, в большинстве случаев, но исключения могут быть. И когда мы говорим про весы любви и весы следования. Весы следования, они подчиняются разуму. Весы любви, они не подчиняются разуму. Они всегда подчиняются разуму. Они чуть-чуть глубже. Иной раз противоречит разуму. Вот, например, известный сподвижник Аблахбин Зайд Аль-Амсари. Аблахбин Зайд — это известный сподвижник. Помните, когда был вопрос, как призывать людей к намазу? Вот этот был сподвижник, который увидел сон, и во сне ему сказали, вот так призывайте к намазу. То есть вот эта формула Азана, который увидел во сне, этот был Аблахбин Зайд Аль-Амсари. И вот Аблахбин Зайд Аль-Амсари, когда посадник Аллаху не стал, он находился в своем саду. И делал там некоторые работы. И когда к нему подошел его сын и сказал ему, «Отец, посадник Аллаху не стал, Аблахбин Зайд остановился, поднял руки и сказал, «О, Аллах, ты знаешь, что в этом мире уже не осталось ничего, что я хотел бы видеть своими глазами». После того, как не стал посадник Аллаху, саллиллаху али-а-саллим. «Собери мое зрение, я не хочу видеть в этом мире больше ничего». И в этом же месте я слеп. Вот там, где стоял, вот там я слеп. Это следование? Нет. Это противоречит рамкам следования. И когда мы говорим про чувства, то есть у человека, человек, мусульманин, у человека есть разум, у человека есть физическое тело, у человека есть имущество, у человека есть душа. Это все должно подчиняться Всевышнему. Человеческий разум должен работать по тем правилам, которые установил Всевышний. То есть разум должен работать правильно, не слушаясь чувств, не опьяненным любовью к мирскому, не опьяненным любовью к каким-то страстям. Человеческое тело тоже должно быть, получается, подчиненным Всевышнему Аллаху. Имущество тоже должно быть подчинением Всевышнему Аллаху. Оно не должно работать во вред. Точно так же, как чувства, чувства тоже должны быть, воспитываться, согласно Исламу. Это все вместе. И когда мы говорим про чувства, еще один пример, хадис прийду в качестве примера, то есть, где рассказывается, что не всегда это следование и чувства, это одно и то же, не всегда висит чувств. И разума была одинаковым, есть такой хадис, который приводит имам Бахари. Один говорит, человек умирал. Это еще от тех людей, которые были до пророка Мухаммада, из Пану Исраиль, то есть, из потомков Исраиля. Один человек умирал, он собрал всех своих сыновей и сказал им следующие слова. У моей дети, из тех грехов, которые я знаю, я все совершил. Не осталось ничего из грехов, которые я знаю, и я не совершил. И я, говорит, если попадусь Всевышним Аллаху, Аллах меня накажет так, как не наказывал никого. Теперь он говорит следующее слово. Когда я умру, вы сожгите мое тело и развейте мой прах. Для чего? Это дальше будет рассказываться. Он говорит, если я попаду в Всевышний, то Всевышний меня накажет. И посланник Аллах рассказывает эту историю и говорит, Всевышний этого человека спросит в судный день, о мой раб, что заставило тебя сделать этот глупый поступок? Он не спасся, он попался Всевышним, он предстал перед ним. Аллах его оживил, воскресил, восстановил. Он восстал перед Всевышним. И Всевышний его спросит, о мой раб, что тебя заставило сделать этот глупый поступок? Он скажет, о мой Всевышний, меня это заставило сделать боязнь перед тобой. Глупый поступок, который не вредит остальным, но он глупый. И тогда Всевышний ему скажет, тогда Всевышний простит ему грехи за те глупые действия, но которые вытекают из правильных чувств. И точно так же, вот когда мы говорим о любви к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, даже если человек из-за своей сильной любви к посланнику Аллаха сделает какие-то не очень умные действия, но в котором нет вреда остальным людям. Я думаю, этот человек от этого получит вознаграждение. Ничего. Я надеюсь на это. Дай Аллах нам всем силы узреть истину, истинно исследовать за ней, увидеть, узреть все ложное в неправильное, ложным и неправильным, и остерегаться этого. Вальхамдулиллахи.